Участники обсудили стратегию возврата российской экономики к росту. В число ключевых направлений, в которых должны проводиться реформы, премьер отнес расширение инвестиционной активности, импортозамещения и оптимизацию бюджетной политики. А также добавил, что та экономическая и социальная ситуация, которая сейчас складывается, будет определять развитие мирового хозяйства в течение следующих десятилетий. Качественно другой должна стать и деятельность государства в экономике. Не дается забывать, что даже в самых либеральных системах государство играет важнейшую роль. В нашей стороне государство, помимо того, что это институты власти, еще и крупнейший экономический игрок. И именно государство в силу своего нынешнего доминирующего положения должно задавать национальные эталоны эффективности. Фленарное заседание стало, конечно же, основным событием сегодняшнего дня. Но перед тем, как обсуждать важные вопросы, Дмитрий Медведев посетил экспозицию Краснодарского края. Премьер поддержал инициативу властей региона о создании оптово-распределительных центров. Особое внимание он уделил интерактивной карте сети логистических центров. По словам губернатора края, реализация этого проекта позволит решить проблему сбыта сельхозпродукции. По сути, Краснодарский край возвращается к системе так называемых заготовительных контор. Планируется, что подобные центры появятся в семи районах. В продуктовых элеваторах аккумулируется сельхозпродукция у сельян, обычных сельхозпроизводителей. А дальше через вот этот так называемый операционный центр, продуктовый элеватор, пытается интегрироваться, реализовываться через сети. То есть они более мобильные, они более мощные. Они будут работать. Сегодня продуктовый элеватор будет работать в сети. Бизнес поверил, что эта система может работать в современных условиях. Ну ладно, хорошо. Развивайте. Еще один проект, который заинтересовал председателя правительства – создание индустриального парка. Построить его планируют на границе Краснодара и Денского района. На площади в полтысячи гектаров разместится 14 производств, в том числе и предприятия по переработке сельхозпродукции. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.